То есть, что человек вкладывает в понятие зарабатывать больше? Деньги – это мера стоимости, и, соответственно, получается, мы должны что-то больше отдавать. При этом он говорит, ребята, почему мы не задумываемся над тем, чтобы просто испечь больше пирог? И можно вложить 100 тысяч рублей и ждать, что эти 100 тысяч рублей превратятся в миллион, поэтому качайте интеллектуальный капитал, да, то есть не бойтесь учиться. Друзья, добрый день, на связи Максим Петров и проект MaxCapital. Мы продолжаем серию наших видео, где я отвечаю на ваши вопросы. Как же зарабатывать больше? Как зарабатывать больше? Очень популярный вопрос. Как, в принципе, зарабатывать больше? Что значит, ну, то есть, что человек вкладывает в понятие зарабатывать больше? Получать больше денег. Ну, вот именно в таком очень широком понимании, в широком масштабе человек говорит, я хочу зарабатывать больше денег. Окей, приняли. Вопрос, что такое деньги? То есть, деньги нам позволяют купить определенные потребительские качества. Деньги – это средство платежа. Другими словами, это мера стоимости. То есть, соответственно, мы должны были прийти к некой мере, да, вот, то есть, вот как измерить? Человек рисует картину, другой кует нож, а третий добывает рыбу, да, то есть, вот как ввести единое средство обмена, которое бы, там, мы сказали, что условно, да, мы принимаем, что это будет средством платежа, это стали деньги. Если человек хочет получать больше денег, то в этом случае у меня закономерный вопрос. Деньги – это мера стоимости, это, соответственно, получается, мы должны что-то больше отдавать. Это вот первая история, да, там, предыстория, чтобы ответить на вопрос. Второй момент – что такое экономика? И когда экономика растет, когда мы производим больше товаров и услуг, зарабатываем от этого больше, и можем позволить себе еще больше, чтобы производить еще больше товаров и услуг, и вот так вот это все у нас идет по возрастающей. Что позволяет в экономике производить больше товаров и услуг за единицу времени? Это производительность труда. То есть, почему у нас экономика, несмотря на то, что она имеет волновой характер, да, бывают фазы роста, бывают фазы падения, но в целом экономика все равно растет. То есть, на протяжении последнего тысячелетия много было кризисов, целые империи появлялись и исчезали, но если говорить о производительности труда, сколько можно было вырастить центнеров с гектара пшеницы тысячу лет назад, и сколько можно вырастить центнеров с гектара пшеницы в настоящее время, с использованием механизированных средств обработки, с использованием удобрений, да, которые вкладываются. То есть, производительность труда выросла, да, то есть, одного и того же гектара можно производить больше потребительской ценности. И поэтому мы говорим о том, что если мы хотим зарабатывать больше, наш мозг должен думать об одной простой вещи, каким образом создавать за единицу времени больше потребительской ценности. Это, в принципе, то, за что говорит Рейдалю, да, он говорит, что современная экономика, она, ну, тем или иным образом поделена, и каждый участник этих экономических отношений, будь то отдельный субъект, будь то предприятие, будь то страна, они пытаются, вот мы испекли пирог и делим кому больше кусок, и идет постоянная война, постоянная конкуренция, кому больше пирога достанется, кому больше доли достанется. При этом он говорит, ребята, почему мы не задумывались над тем, чтобы просто испечь больше пирог, где даже маленькая доля каждого участвующего будет достаточно, чтобы просто не голодать. И в этом случае основой для создания вот этого большого пирога является как раз-таки рост производительности. И мы плавно переходим к тому, что же стоит развивать. Задуматься над вопросом, как, в принципе, производить больше. Как вы можете, имея те ресурсы, которые есть, создавать за единицу времени больше потребительской ценности. И здесь у нас есть ответ в двух плоскостях. Быть более эффективным, заниматься тайм-менеджментом, брать на себя больше ответственности, развивать новые компетенции, знания, умения. И в этом случае, соответственно, доходы будут непосредственно расти, они будут увеличиваться. Поэтому качайте интеллектуальный капитал, да, то есть не бойтесь учиться. Я здесь вообще, в принципе, могу привести в качестве примера, что вот когда вы последний раз учились, друзья, когда вы получали образование, какой-нибудь новый навык и умение. Мы вот смотрим, допустим, на капитал, да, то есть если мы занимаемся инвестицией, если вы находитесь на нашем канале, для вас этот вопрос имеет не последнее место, и поэтому вы, конечно же, для себя задумываетесь. В приросте капитала участвуют две составляющие. Первая – это капитализация процентов, то есть какой доходностью вы инвестируете его, прирост капитала за счет прибавочной стоимости. Второе – это довнесение, да, то есть регулярное довнесение дополнительных денег. И можно вложить 100 тысяч рублей и ждать, что эти 100 тысяч рублей превратятся в миллион, и они в конечном счете когда-то превратятся, да, ну, то есть вы больше, вот вы 100 тысяч внесли и больше не довносите. И в этом случае по прошествии там 10, 20, 30 лет они превратятся в миллион, вопросов нет. Но время, которое пройдет, увеличится. А если вы будете каждый год вносить по 100 тысяч рублей, то даже вне зависимости от того, какая у вас идет, ну, инвестиционная доходность, уже через 10 лет путем простого накопления у вас будет ваш собственный миллион. Приведите эту метафору к своим знаниям, к своему интеллектуальному капиталу. То есть у нас, получается, в большинстве своем человек, который закончил институт 10, 15, 20, 30 лет назад, это человек, который, в принципе, вложил 100 тысяч и ждет, что у него будет миллион, не довнося новых денег, да, я все знаю, я все умею, я работаю по специальности, но при этом рядом смежной профессии есть, да, где можно чуть-чуть докрутить свой навык и уже создавать больше потребительской ценности. Вы можете быть хорошим педагогом, вы можете быть преподавателем и работать в качестве преподавателя в институте и получать от этого зарплату. Но немного докрутив свои навыки в умении вести собственный канал на YouTube или проводя вебинары в онлайн-сообществе, вы можете те же самые знания, те же самые навыки презентации, рассказов, да, вы можете создавать больше потребительской ценности за единицу времени. То есть вы за одну лекцию доносите эти потребительские качества, эти знания не до 30-50 человек, а до 300-500 человек. И это будет стоить совершенно других денег, это просто в качестве примера я привел. Развитие именно знаний, компетенций и навыков. Поэтому вот мы оцениваем наши инвестиции, мы оцениваем наши деньги, какую доходность они нам приносят. Мы стараемся там 10% дохода направлять дополнительно на инвестиции, но со знанием мы почему-то так не делаем. Люди, которых лично я знаю, вещи, которые мне лично позволили. В 2003 году у меня первая заработная плата была в конверте 2000 рублей. При этом мой товарищ, да, с которым мы вместе учились в институте, он просто делал пиратские диски CD, и он получал на этом полторы тысячи рублей в день. То есть еще раз, я зарабатывал эти деньги за месяц после окончания института, 2000 рублей, он мог получить такие деньги за месяц, занимаясь пиратством, продавая CD-диски. И в принципе он вообще прекратил развиваться, он занимался этим 3 года и думал, что деревья будут расти до небес, жизнь у него удалась. При этом мне повезло попасть в инвестиционную компанию, которая в дальнейшем развивала мой интеллектуальный капитал за собственный счет. И в настоящий момент, с 2003 года у нас прошло сколько получается, с 18 лет у меня доходы увеличились с 2000 до 2 миллионов в тысячу раз в месяц активного дохода. И я понимаю, что это в первую очередь связано с тем, что в определенный период родители вкладывали в интеллектуальный капитал, потом мне просто повезло, что в промежуток времени, когда родители перестали сами финансировать развитие моего интеллектуального капитала, появился замечательный работодатель, который на протяжении с 2005 по 2012 год, на протяжении 7 лет, планомерно, ежегодно вкладывал в прокачку моего интеллектуального капитала от 5 до 8 тысяч долларов, что уже мне на инерции, я уже не мог остановиться, дальше я стал инвестировать сам в свой собственный интеллектуальный капитал. Поэтому первый ответ находится в плоскости того, что развивайте свои знания и умения, добавляйте, проходите новые знания, навыки, расширяйте возможности, думайте о том, насколько больше вы можете создать потребительской ценности на своем месте. И второй ответ на вопрос, который я обещал, заключается в том, что покупайте время других людей, которые создают потребительскую ценность, и покупайте время других людей, которые создают высокую потребительскую ценность. Как вы можете это сделать? Вы это можете сделать, став акционером компании, которая создает потребительскую ценность. Когда того же самого Уоррена Баффета спросили о том, Уоррен Баффетт, скажите, каким образом вы стали таким успешным инвестором, То есть, в чем секрет вашего успеха? Он говорит, я просто покупал акции компании, которые мне нравились. Мне нравились станки Gillette, бриться станками Gillette, я покупал акции компании Gillette. Мне нравилась платежная карта American Express, я становился крупнейшим акционером American Express. Я обожаю есть гамбургеры и пить Coca-Cola, я являюсь акционером McDonald's и Coca-Cola. Что делает таким образом Баффет? Он видит, что его окружают какие-то вещи, которые для него в плане потребительской ценности достаточно дороги. Он соглашается за это платить реальные деньги. И как он на это смотрит? Он становится акционером компании, которая создает ту потребительскую ценность, которая ему от этого свойственна. Мне было очень приятно вчера вечером, честно скажу, получить некое такое осознание. Я летел на самолете, а модель самолета, она произведена производителем, акционером которого я являюсь. Я летел на Boeing, я летел Аэрофлотом. Из Аэрофлота, то есть когда я приземлился, я поехал на такси. Я поехал на Яндекс.Такси, акционером которого я являюсь. И являюсь не только я, но являются мои дети. Я поселился в гостинице Marriott, акционером которой я тоже являюсь. И поэтому здесь получается, что мне нравится потребительское свойство, мне нравится продукция того, чем я пользуюсь. И я покупаю труд людей, которые создают эту потребительскую ценность. Которые работают мне во благо и не просто мне во благо, а во благо моих детей. Как я перечислил, компании-то те же самые Boeing, Яндекс, Аэрофлот. Яндекс, Аэрофлот акционерами являются в том числе мои дети. К чему я хочу вас призвать, друзья? Во-первых, развивайте интеллектуальный капитал, регулярно довносите туда определенные суммы. Просто в интеллектуальный капитал довносите новые знания, навыки, умения и ответственность. Покупайте интеллектуальный капитал других людей. Чем маржинальнее этот капитал, тем более интересен объект для инвестиций. Я призываю вас присоединиться к проекту «Миллион долларов за 8 долларов в день», в котором я для своих детей выбираю именно те же самые компании, про которые я рассказал. Конечная цель проекта заключается как раз таки в том, чтобы дать детям лучшее мировое образование, которое можно прямо сейчас позволить себе дать. Это 500 тысяч долларов за 5 лет обучения. Второе – обеспечить базовый доход для детей. Через что я это делаю? Через покупку интеллектуального капитала ведущих российских компаний, что можете делать и непосредственно вы. Итак, резюмирую, друзья. Проходите по ссылке ниже, регистрируйтесь в проекте «Миллион долларов за 8 долларов в день», в рамках которого вы уже сейчас начнете свой путь по созданию капитала для своих детей, который позволит вложить значительные деньги в развитие их интеллектуального капитала и создания, и возможности создания ими высокой прибавочной стоимости. И опять-таки, через что мы это будем делать? Через покупку времени и интеллектуального капитала других людей. Все подробности по ссылочке ниже. Щелкайте на нее, проходите. У меня на этом все. На связи был Максим Петров, проект MaxCapital. Пока-пока. Максим, а что делать, если я работаю в найме, и мой работодатель не вкладывает деньги в развитие моего интеллектуального капитала? Часто одним из возражений происходит именно такое, что я работаю на работе, и мой работодатель не вкладывает в развитие моего интеллектуального капитала. Но здесь у меня возникает вопрос, если работодатель не заинтересован в развитии, то, скорее всего, вы находитесь на рабочем месте, которое низкопродуктивное, которое низкомаржинальное, но условно дворник, кассир, но очень высокая конкуренция. То есть работодателю проще заменить человека, чем вкладывать. Или маржинальность его бизнеса настолько низкая, что он не может позволить себе затраты на обучение человека, на развитие его интеллектуального капитала. То есть вы работаете в низкомаржинальном сегменте. И поэтому здесь, что называется, возьмите в руки. То есть вам никто не мешает быть подписанным на наш канал. Ссылочку вы знаете, где взять и на что щелкнуть, чтобы подписаться. Вы можете покупать книги. Элементарно, есть очень хорошая книга «Жесткий тайм-менеджмент» Дэна Кеннеди, где на цифрах просто представлено, как можно зарабатывать больше. Эффективный тайм-менеджмент. Не буду раскрывать все секреты. Лучше посмотрите книжку, и там, в принципе, все это непосредственно изложено. Начните с книг. Возьмите просто себе за правило, что даже на текущем уровне своих доходов 5% вы направляете на развитие интеллектуального капитала. Это несложно. Даже если у вас зарплата 10 тысяч рублей где-то в регионе, вы можете 10% тысячи рублей потратить на книги. Я не говорю про тренинги какие-то, про еще какие-то навыки. Я говорю про то, что в книгах тоже можно обучаться. Я очень много знаний получаю, именно читая мысли великих людей, великих инвесторов и стараясь следовать им. В рамках создания проекта «Миллион долларов за 8 долларов в день» очень сильно мне помогла книга Тони Робинса «Деньги мастер игры». То есть там много здравых идей, когда человек просто взял постарался и взял концепции 20 самых лучших инвесторов. Он проделал колоссальную работу, чтобы создать непотопляемый портфель. То, что пришлось сделать мне, адаптировать эти знания и эти инструменты для российского частного инвестора. Потому что то, что там изложено, это доступно или для квалифицированного инвестора, или для американского инвестора. Для международного инвестора это очень сложно сделать. Поэтому, казалось бы, книжка стоит тысячу рублей всего. Но она позволила сделать очень интересный, привлекательный, глобальный проект. Ссылка под данным видео.